Сегодня мы пообщаемся с Ларисой Коковой, заместителем директора МФЦ Хакаси. Здравствуйте, Лариса Егоровна. Добрый день. Многофункциональные центры. Какие на сегодняшний день вы предоставляете услуги? У нас в многофункциональном центре сейчас предоставляются услуги по четырем основным направлениям. Это социальная поддержка населения, это оформление гражданского правового статуса, это сделки с недвижимостью, это услуги по предпринимателям, которые я дополнительно оказывала. То есть в рамках этих основных направлений у нас заключены соглашения по каждому из этого направления, допустим, по услугам, связанным с недвижимостью. Это услуги, которые мы оказываем по управлению Федерального Росреестра, Федеральная кадастровая палата, это государственные сделки с недвижимостью. Допустим, по Министерству труда, это социальная поддержка населения. В рамках услуг, которым мы оказываем предпринимательность, именно поддержка предпринимательской деятельности, у нас, кроме того, что мы оказываем также услуги для предпринимателей, у нас есть организованное взаимодействие с Центром развития бизнеса Абаканского отделения Сбербанка, где у нас осуществляет прием наш специалист непосредственно в отделении Сбербанка для оказания услуг юридическим и физическим лицам. Также по сделкам с недвижимостью, да, в том числе. Вы собираетесь расширять свой спектр услуг? У нас постоянно идет расширение, да, мы за каждый месяц заключаем новые соглашения. Совсем недавно были заключены соглашения с органами исполнительной власти Республики Хакасия, это Министерство образования, Министерство культуры, Министерство здравоохранения, то есть перечень услуг постоянно расширяется. На сегодня мы оказываем порядка 373 государственных муниципальных услуг. Но по разным МФЦ разных муниципальных образований эти услуги разные или они стандартны для всех? Основной перечень услуг федеральных органов исполнительной власти, либо услуг органов исполнительной власти Республики Хакасия, он у них везде одинаковый, стандартный во всех муниципальных образованиях. За исключением, естественно, муниципальных услуг. Они уже, естественно, разнятся в зависимости от того, где у нас работает и как работает многофункциональный центр, либо территориально обособленное структурное подразделение. Но спрос на ваши услуги, он растет? Люди все чаще обращаются сюда, а не напрямую в какие-то ведомства? Ну, уже сейчас, вот видно, мы, кстати, в этом году в марте отпраздновали пятилетие со дня создания МФЦ Хакасии. И вот по, так скажем, немножко статистике, за пять лет у нас на сегодня оказано уже 716 тысяч услуг. Исходя из того, что у нас на день празднования их уже было 400, то есть порядка 30 тысяч услуг мы оказываем безмесячно во всем своим территориальным отделам. Но МФЦ готов к потоку, к увеличению потока заявителей? Да, мы всегда стремимся к тому, чтобы, во-первых, увеличить поток, во-вторых, повысить качество оказания, предоставления услуг. Вот если вы заметили, у нас сейчас дополнительно открываются окна приема в отделе по работе заявителей в городе Абакане. То есть здесь дополнительно помимо 28 сейчас действующих окон, будет еще открыто 12. Ну, к специалистам МФЦ, наверное, высокие требования. Получается, что они выполняют обязанности работников сразу нескольких ведомств, на плечах лежит большая ответственность. Скажите, вот какую подготовку проходит специалист МФЦ, прежде чем приступить к работе? Да, по сути, специалист МФЦ – это универсальный специалист, который должен оказывать услуги разных ведомств и разных направлений. Соответственно, они все проходят у нас подготовку, все проходят обучение в соответствии с программами во всех органах исполнительной власти, с кем у нас заключены соглашения взаимодействия. То есть весь перечень услуг, которые там есть, они обязательно проходят обучение. Они повышают свою квалификацию? Да, обязательно. Они обязательно проходят там и тестирование, и обучение, и практические занятия. Затем у нас еще самих внедрена в системе МФЦ система наставничества. То есть у нас есть определенные, допустим, специалисты, за которыми закреплены вновь принятые. Соответственно, они тоже помогают им осваивать новые виды услуг и, соответственно, порядок их предоставления. Не так давно в законе произошли изменения, благодаря которым количество оказываемых через МФЦ госуслуг будет влиять на бюджет нашего региона. Расскажите, как? Ну, это имеется в виду, что с 1 января 2015 года были внесены изменения в бюджетный кодекс, в соответствии с которым, там статья 58, в соответствии с которым госпошлина за услуги, которые оказываются федеральные органы власти, подлежит расщеплению. 50% уходит в федеральный бюджет и 50% уходит в республиканский бюджет. Вообще все услуги, которые оказываются на базе МФЦ, мне кажется, абсолютно бесплатно, за исключением тех случаев. Вот в данном случае это как раз и есть госпошлина, которую необходимо оплачивать заявителю. Сейчас МФЦ работает по территориальному принципу, то есть если нам нужно получить какие-то сведения из Саиногорска, мы должны обратиться в МФЦ Саиногорска. Если из Абакана, то в МФЦ Абакана. Будет у нас когда-то работать единая система, когда обратившись в Абакане, в МФЦ, мы можем сведения получить, допустим, из Саиногорска, Абазы и других городов, может даже регионов. Ну да, вот мы сейчас, получается, подходим к тому, что мы заканчиваем создавать свою сеть МФЦ, то есть на территории всей республики Хакаси до конца 2015 года откроется еще дополнительное территориальное дело. Вторым этапом уже развития МФЦ как раз и будет сокращение вот этого принципа экстрати реальности, когда жителю, допустим, того же Саиногорска необходимо будет обращаться именно в Саиногорск, а не в какой-то другой населенный пункт, где, допустим, можно и удобно будет получить эти услуги. То есть работа эта будет вестись. А какие-то сроки уже известны? Сроков конкретно нет, но мы к этому уже подходим. То есть сейчас мы завершим создание самой этой системы и приступим как раз к исключению вот такой возможности. Какие новые услуги готов нам предоставить МФЦ? В рамках расширения перечня услуг как раз сейчас у нас в МФЦ можно зарегистрироваться в единой системе идентификации, то есть это система, которая, зарегистрировавшись в ней заявитель, он и может получать электронные услуги, государственные, муниципальные, непосредственно, не выходя даже из дома. То есть, соответственно, у нас на базе наших территориальных отделов организуются так называемые центры обслуживания, где можно будет зарегистрироваться как пользователи этой единой системы, подтвердить свою личность, то есть получить подтвержденную электронную подпись, и плюс еще восстановить доступ, то есть в случае, если заявитель забыл, либо потерял свой логин или пароль для вот этой единой системы. То есть это как раз использование электронных в виде услуг и, соответственно, пользование единым порталом госуслуг. Плюс дополнительно у нас внедрена такая платная услуга, как выезд специалиста на дом. То есть у нас есть все-таки такие категории граждан, которые, ну, допустим, вне зависимости от того, что у них занят рабочий день там или еще что-то, не может попасть в МФЦ, он может заказать вот эту как раз платную услугу, выезд специалиста на дом. Для определенных категорий граждан, соответственно, у нас бесплатная. Это у нас инвалиды, люди старше 80 лет, это инвалиды первой группы и плюс ветераны Великой Отечественной войны. То есть для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо подать заявку. Вся информация у нас есть на сайте. Кроме этого, есть и работает у нас контакт-центр МФЦ Хакасии, телефон 215-222 и единый телефон бесплатный 005. То есть вся информация можно получить еще у специалистов. Ну и кроме этого, мы вот продолжаем, как бы получается, принимать заявление, выдавать универсальную электронную карту, которая сейчас используется в основном как идентификационное приложение его и как полис медицинского страхования. То есть наши медицинские учреждения, регистратура, оснащены так называемыми считывателями и человек может предъявить полис в виде этой карты. Кроме этого, у нас сегодня проводится во всех территориальных отделах, то есть в Республике Хакасии, так же, как во всей Российской Федерации, Всероссийский день правовой помощи детям. То есть сегодня у нас принимают, осуществляют прием заявителей и оказывают консультации бесплатные представители нотариальной палаты Республики Хакасии, адвокатской палаты, органов опеки и попечительства Республики Хакасии. То есть, соответственно, можно будет обратиться сегодня и получить консультацию абсолютно бесплатно по правам защиты детей и их законных представителей. Давайте поговорим отдельно по карте, которую вы выдаёте. Что это за карта, как она называется и что в неё будет входить, какие параметры? Информации, конечно, уже много об этом поступало. Тем не менее, МФЦ Хакасия является уполномоченной организацией на обслуживание, выпуск, выдачу универсальных электронных карт. Эту деятельность мы начали с 2013 года и вот на сегодня уже приняли заявление более чем 5000 человек. Более 3000 карт уже выдано, уже на руках у заявителей, соответственно, в рамках федерального законодательства. Там размещены обязательно 4 приложения, это как раз идентификационное, в виде фамилии, имя, отчество, дата рождения самого держателя этой карты, плюс пенсионное в виде СНИЛСа, так привычного нам вот этого зелёненького номера, он тоже отражается на карте визуально, то есть его можно будет подтвердить и, соответственно, его использовать вместо вот так называемого вот этого СНИЛСа. Плюс полис медицинского страхования и номер банковской карты, то есть там прописывается номер, если человек необходим, он может подойти и открыть счёт в банке для использования полноценно банковского приложения. То есть эта карта сейчас заменит нам одна карта кипу документов, которые мы носим с собой? Да, 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 это пока заменяет, и в том числе она ещё является прототипом так называемого внедряемого электронного паспорта. То есть у людей сейчас возможность её получить, попользоваться, посмотреть, удобство, и, соответственно, в скором времени при обязательной выдаче электронного паспорта уже потом получить полноценный, такой же практически документ, как и вот электронный. Вообще универсальная электронная карта – это инструмент для получения государственных и муниципальных услуг. То есть мы сейчас заканчиваем интегрирование с нашей системой, и, соответственно, можно будет уже здесь заявителю при получении услуг предъявлять именно карту. Именно карту вместо паспорта или ещё чего-то. Почему? Потому что информация о держателе карты, она как раз по фамилии, отчеству и дате рождения, она находится на карте. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо.